Сегодня будет необычное видео, оно будет об аналитике стрельбы. Я на самом деле, как организатор, люблю такие упражнения. Классный трюк. Я вам его сейчас рассказываю, а вы никому не говорите. Что-то здесь перебор с этим. Было так, щух, тра-та-та-та-та-та, а получилось... Не делайте этого вообще. Со мной рядом Иван Косоротиков. Всем привет. И мы на примере чемпионата Санкт-Петербурга по практической стрельбе из ружья сможем оценить и проанализировать мое собственное выступление. А Иван поможет. Все, кто на матчах был, наверняка уже замечали не раз, что многие стрелки, особенно опытные стрелки, просят товарищей со сквотников своих снять их прохождение упражнения. И некоторые начинающие, опять же, стрелки, так немножко скептически к этому относятся, что вот там некое тщеславие опытных стрелков. На самом деле, стрелки это делают для себя, как такой рабочий инструмент используют. То есть, эти видео потом можно использовать как дополнение к стрелковому дневнику. Полностью не заменят его, но как хорошее дополнение, да, это работает замечательно. И это отлично показывает ваши недостатки. Вы со стороны смотрите на себя и можете снести необходимые коррективы. И просто поставить на треноге GoPro, скажем, или еще какую-то камеру и записывать себя со стороны. И это можно очень полезно использовать. Я думаю, мы уже можем приступить, поэтому нажимаем на старт. Готов? Чуть пониже. Не прошло и двух секунд, я ставлю на паузу. Я сказал, что готов, а судья совершенно справедливо заметил, что ружье высоко, и сказал, пожалуйста, чуть пониже ружье. Моя общая рекомендация, слишком сильно не углубляться, вам лучше всего выполнять то, что говорит судья. По двум причинам. Первая причина. Судья на 99% лучше вас знает правила и спорить с ним по правилам бесполезно. Вторая причина. Если даже вы попали в то исключительное количество правых, относительно неправых судей, то все равно вы будете рассеивать свое внимание. Вам лучше не на негатив отвлекаться, не спорить и не оборачиваться, а посвятить все свои жизненные силы, энергию и внимание на мишенях и на прохождении геймплана. На самом деле в данном случае абсолютно замечание судей никак не могло повлиять на результат выполнения упражнения, поэтому абсолютно справедливо, что Сергей сразу же принял сторону судьи, вообще никаких вопросов у него не было. Если вы понимаете, что судья бывает, к сожалению, такое, не совсем в рамках правил действует, разумеется, вы вправе отстаивать свою позицию, опять же, по тем процедурам, которые в правилах указаны. Ну, в данном случае это абсолютно корректно и никаких вопросов не должно было вызвать. Поэтому мы можем полчаса об этом говорить, но давайте посмотрим, хоть увидим первый выстрел. Готовы! Внимание! Я решил на отходе стрелять, на отходе, здесь много больших движений, здесь нужно было четко перезарядиться, а здесь я решил с места. Хороший разгон с перезарядки. В данном случае то, что бросилось в глаза, это на последней группе мишеней, последний мишень отстреливал с такой довольно большой задержкой, перенос был не очень четкий в нее. Что-то тебя задержало на предыдущей группе, это было явно заметно. Вот, комплимент Ивану, мало кто мог бы этого заметить, но так оно и было. Именно в последней позиции выглядело все штатно, на самом деле было не штатно. Если внимательно посмотреть, было три мишени, раз, два и три. Я начал почему-то стрелять среднее, потом правое и закончил левое. На самом деле, меня качнуло, я вместо того, чтобы попасть в правую мишень, случайно попал в левую мишень. Быстро сориентировался, стрельнул в правую и закончил левую. И получилось, что я отстрелял практически идеально без дострела, нарушив только порядок поражения мишеней. Но на самом деле, скорость переносов моя, из-за того, что я немного сбился, она уменьшилась. Вот Иван заметил, что было вместо бум-бум-бум, было бум-бум-бум, такое размазанное долгое. Но в целом это несущественно, упражнение я оцениваю как хорошо, и там все было нормально, можно переходить к следующему. Это упражнение в питерском киллхаусе. То есть там можно внутрь сбегать, там разные комнатки. Достаточно сложное упражнение, несмотря на 8 выстрелов. Александр Макеев, чемпион России в команде, он очень опытный стрелок, и у меня оказались кадры с ним, поскольку ребята сняли, и меня, и его. Вот будет наглядно посмотреть вместе на фоне друг друга. Еще один очень удобный инструмент, если есть возможность сравнить себя с другим стрелком. У нас практически с одного ракурса это снято. Давайте картинка в картинке. У нас есть сложная позиция. Надо подшагнуть. Здесь на начале движения. Здесь практически со остановкой. Концентра. Вот здесь очень интересная разница у вас, на самом деле. По вот этому вот отрезку прям можно очень хорошо заметить, насколько для стрелка большое значение имеет геймплан. У Александра из-за дострелов явно там нештатная перезарядка была. Ну, упражнение короткое, на 8 выстрелов, оно вообще перезарядку не подразумевало изначально. И после первой половины Александру пришлось перезарядиться. И поэтому такая большая разница по обработке последней позиции у Сергея и у Александра. Если Сергей пришел четко на позицию, он знал, где находятся обе мишени и быстро их отработал, то Александр немножко задумался, задержался на перезарядке. И к последним мишеням ему пришлось немножко даже тянуться. Но если бы у него все упало как надо, то он обогнал бы меня секунды на две. Сама стрельба и перемещение были быстрее. То есть он быстрее перемещался. Если ты идешь быстро, то риск дострелов повышается. Если ты идешь помедленнее, да, уверенней, то общее время у тебя увеличивается. Но зато вот я отстрелял без дострелов. Здесь вопрос. Если вы натренированы, стрелять быстро, быстро видеть попадание, быстро видеть то, что мишень упала, отлично, то так и надо действовать. Но я действовал в своей манере. Я всегда стреляю чуть помедленнее на 90%. Я никогда не стараюсь выиграть упражнение. Я стараюсь его стрелять 85-90%. И если ты стреляешь 85-90%, то ты гарантированно выигрываешь матч. Другое дело, что никто не может так весь длинный матч отстрелять на такой высокий уровень. Мы знаем, что нужно стрелять упражнение не на максимум этого упражнения, а на максимум своего результата. То есть настолько быстро, насколько ты можешь попадать в дострелы, еще никому особо не приносили результата, скажем так. Ну и разумеется, геймплан выбирать нужно под себя. Если там предполагается быстрая стрельба в движении на проходе, а вы это не умеете делать, то не нужно это делать. Стреляйте так, как вы умеете. Идем к следующему упражнению. Стрельба в движении. Кнопка активировала, она движется. Последнюю мишень достреливать не стал? Да, последняя мишень была поражена, поскольку по правилам практической стрельбы считается, что если есть одна пробоина или любой, видимо, отколохся фрагмент, то попадание было. Я четко видел, что там она треснула, и там две дырки от дроби были. То есть я видел это. Но здесь не все так просто. Здесь определенный нюанс на самом деле есть, потому что керамические тарелки, они имеют на своей поверхности яркое покрытие. Обычно оранжевое, но есть и другие цвета. И вот даже в коробке новые тарелки иногда они оттираются друг от друга, немножко оббиваются, и на тарелках появляются небольшие такие потертости, сколы, сходит краска. И стрелок иногда, особенно после активации, может ошибочно это принять за поражение миши, то есть от следов дробины, за пробитие. Особенно когда мишень скрыта на начале, вот за свингером она спрятана, за декорацией, или как в нашем случае, она вообще за стеной была и выезжала после. Она выехала, вы стрельнули, потом дым рассеялся, вы видите на ней черные следы и думаете, я попал. А потом судья подходит и говорит, у вас промах. И это правда. Даже если там есть следы, это не значит, что вы попали. Они не могли возникнуть и до того. Там должно быть именно ваше попадание. Там вначале был более интересный момент. Да, вначале был более интересный момент, и можно замедленно подсмотреть. Вот сейчас видно, рука тянется, и она промахивается, потому что я ожидал найти магазин, а его просто там не было, пустой подсумок. Я схватаю следующий, и рука слишком низко. Соответственно, это непривычная позиция для меня, и я сразу не попадаю в расширитель. Сильно на время это не повлияло. Да, но вообще, почему это произошло? Я использовал классный трюк. Я вам его сейчас рассказываю, а вы никому не говорите, особенно иностранцам, нашим конкурентам. Итак, этот трюк заключается в том, что вы можете использовать разные патроны на упражнении. Вы берете охотничьи патроны с крупной дробью, тройкой, и навеска, например, полумагнум. Я в данном случае использовал патроны, которые 40 грамм навески. Это мощный патрон. Он гарантированно валит и мишени, и поперы на достаточно большой дистанции. Он процентов на 40 мощнее нашего вяленького такого спортивного патрона. Ребята, учтите два условия, установленные правилами. Первое. Патроны имеют ограничения по мощности. Перед соревнованиями убедитесь, что ваши патроны соответствуют этому ограничению. Второе условие. Все патроны, заряженные в ружье до начала упражнения, должны быть одинаковыми. Не смешивайте патроны разной мощности в магазине, присоединенном к ружью. Да, сильная отдача. Но вот под ту мишень, я знал, что она стоит под сильным наклоном, я взял эти мощные патроны. Но что-то меня сбило с толку. Вместо того, чтобы оставить его первым на перезарядке, чтобы я сменился и вышел в эту мишень, как раз ее поразил. Я сразу зарядил вот эти жесткие мощные патроны, ими отстрелял, а перезарядился, вставил слабый патрон. Соответственно, у меня мишень не упала, потому что она была жесткая. Там, кстати, даже видно с определенного ракурса, что сзади стоят стрелки, видимо, из твоего же сквода, и смотрят, насколько тарелка хорошо падает, чтобы понимать, что с ней делать самим, принять тактическое решение на данном упражнении. Всегда выгодно заранее посмотреть на упражнение и увидеть, где есть какие-то нюансы. Но вот этот нюанс все знали. Некоторые накручивали жесткое сужение, например, чок, и это помогало. А некоторые, как я, стреляли хитро с цилиндром, но хотел использовать мощный патрон. Но, поскольку я перепутал магазины, это привело к небольшому фейлу, как говорит противная молодежь. Я точно попадал и хорошо встал прямо туда, на край, но это не помогло. Там видны даже следы попадания контейнеров, такие черные точки возникают на мишени. Она в итоге упала, но я сделал, по-моему, 7 выстрелов. Декорациям тоже досталось. Декорациям, да, там все уже было расстреляно. Следующее упражнение – это пулевое упражнение. Оно мучительным для меня оказалось, поскольку я на первой же позиции понял, что что-то не то с прицелом. Я вскинулся, уже задумчиво бегу и думаю, да, что-то явно не то. Потом стреляю по попперам. Устойчивая позиция, я не попадаю, я вижу, что песок левее там вздымается. Заранее перезаряжаюсь, уже знаю, что это надолго. В общем, прицел «Холосан» – отличный прицел, но у него есть один недостаток – это быстросъемное крепление. Оно на одном тонком винте, и даже если вы поставите его на локтайк, на пиксатор резьбы, оно может разбалтываться. Это уже третий раз, когда со мной это произошло. И первый раз, когда из-за этого я слел упражнение. Потому что когда оно разбалтывается на дроби, вы плюс-минус попадаете. Но если вам надо стрелять по свингеру на 50-60 метров, то там, конечно, это уже не работает. Вам нужно четко сопоставить момент, а там у вас пуля не туда летит. Короче говоря, несмотря на то, что… Да, я же знал, что прицел сбился, он прям болтался там. Я достреливал это упражнение до конца. И это важный момент. Я набрал на нем всего 8 очков из 40. Но эти 8 очков могут вас поднять, например, с третьего на второе или со второго на первое место. Надо достреливать до конца упражнение. А ты считал, да? То есть результат лучше был с дострелой? У меня просто миссы были бы в большом количестве. Там я допустил один мисс. Короткое упражнение было, да? Да, короткое упражнение. У меня на нем один мисс. А если бы я не достреливал, у меня было 2-3 мисс. То есть ноль был вообще. Ну да. Вообще за пулевыми упражнениями очень интересно смотреть. Наверное, процентов чуть ли не у 15-20 стрелков часто выявляются какие-то проблемы с прицелами, с оружием. Ну, довольно любопытно и забавно это посмотреть. И обычно, когда люди уходят с этого упражнения, они говорят, да, надо тренировать пуль. Они говорят это до следующего пулевого упражнения. Давай его посмотрим. Следующее пулевое упражнение, давайте его и посмотрим. Потому что на этом учение смотреть более. Так, следующее упражнение. Третье положение. Я сразу попадаю. Здесь стреляю на входе. Попал. Точно, жестко не фиксируюсь, потому что это занимает время. Достаточно мягко. И с одним дострелом. Но дострел был по керамике. А в керамику на дистанции где-то 25-30 метров попасть пулей довольно сложно. Поэтому в целом это хорошее упражнение. И лучшее у меня время на нем. Поэтому я, можно сказать, так реабилитировался. Я бы на самом деле еще отметил, что у тебя там стрельба в движении. Такая очень грамотная стрельба в движении. Потому что многие начинающие стрелки, не очень опытные, когда слышат от тренера, от более опытного товарища, что стрельба в движении такой высший пилотаж в стрелковом мастерстве, они начинают по делу и без пытаться стрелять в движении. Тренируют отдельный элемент, много внимания им уделяют. Получается такая стрельба в движении ради стрельбы в движении. Это совершенно правильное замечание. Стрельба в движении – дорогая ложка к обеду, а движение должно быть обосновано. Поэтому надо много и хорошо это тренировать, но применять только к месту. По поводу перемещения здесь. Ты принял такое решение, перемещаться, удерживая ружье одной рукой. Видно, что такая довольно большая амплитуда движения этого ружья. Я думаю, что она тебя немножко разбалансировала. Но здесь, опять же, ты на месте принимал это решение, и не факт, что что-то другое было бы лучше. Почему я так бегу? Если бы меня спросили, я бы никому так не рекомендовал бежать. Но я так тренируюсь, и я так бегаю много. Я очень хорошо понимаю, как нужно ставить ружье, где создать упор для того, чтобы не нагружать связки на руке. А так очень легко можно получить травму. Например, перемещая оружие на вытятой руке, один из стрелков получил травму, и в итоге он до сих пор не стреляет, уже год прошел. Потому что связки лечатся очень долго. Поэтому нужно не слепо копировать, а использовать ту технику, которую вы натренировали. Я знаю, как так делать, но вам бы рекомендовал бежать по-другому. Если попадете на тренировки, может быть, мы сделаем видео про это, и там расскажем, как правильно удерживать оружие. Кстати, неплохой будет ролик. То есть у тебя это тот самый удар Брюса Ли, который повторил тысячу раз? Вроде того. Ну-ка расскажи. Не так страшны тысячи разных ударов, которые повторились один раз, чем один удар, который повторили тысячу раз. Вау! Оказывается, я как Брюс Ли тренируюсь. Да, ну, больше тысячи раз я сто процентов внес ружье таким образом. Но это надо делать думающий. Следующее упражнение. Назову его грибным, потому что мишени надо искать. И вообще, готовясь к таким упражнениям, нужно очень хорошо изучить их заранее. Потому что если вы придете, вы просто можете не найти некоторые мишени. С другого ракурса посмотрим. Такие много позиций, и такое впечатление, что ты немножко подзабыл о последней позиции. То есть у тебя предпоследняя позиция так как работала, пауза, подумал, побежал. А там был контроль. Там мишени были живы, да. Она была на половину резиной прикрытой. Я стрелял в щели. Да, надо было увидеть, она упала или нет. Я у себя одну ошибочку нашел. Ты что-нибудь нашел там? Здесь нет. На этом, правда, не увидел. Я вошел в позицию, не готовый к стрельбе. Но опять же, там была ошибка на перезарядке. Я не ставил с первым движением. Соответственно, уже пришел в позицию. Вместо того, что стрелять, я еще занимался дозарядкой. Это там в конце было. Почему это случилось? Потому что там была нестандартная перезарядка. Я выходил из-за декорации и делал активное движение ружьем. То есть, брос на отходе назад. Да, и ружье было не совсем стандартной позиции. А бежать мало было. То есть, надо было еще больше внимания уделить этой позиции. Соответственно, я бы на, может быть, ну не на секунду, но, скажем, на 7 десятых быстрее бы закончил эту упражнение. Да, очень сложная, нестандартная перезарядка. Ты, наверное, слишком разогнался. То есть, вышел из-за поворота и на той же скорости побежал к своей позиции. Да, в голове это должно было было так. Щух, тра-та-та-та-та-та. Получилось. Вставил, и только потом тра-та-та. И еще, я бы, если позволите, друзья мои, дал вам рекомендацию. Очень часто вижу, что люди, например, выкладывают в Фейсбуке, как они холостят дома. То есть, они стоят, чух, 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 и со всех подсумков вставляют в магазин. Вообще, честно говоря, не делайте этого вообще. Совсем берите и не делайте. Поскольку эта перезарядка у нас гораздо реже встречается, чем реалистичная. Когда у вас небольшой подшаг, разворот, переход через декорацию, приседания. Вот такие нужно делать обязательно. И делая перезарядку, нужно в контексте ее делать, а не просто саму по себе. Вы вставили в магазин, грамотно сформировали хват, рука на месте, приклад в плече в правильном месте, и вы еще и попали в виртуальную мишень. Вот в таком комплексе надо делать перезарядки. И обязательно добавлять в них динамику. У нас же на упражнении, по факту, перезарядка это не смена магазина, а для нас важно время между выстрелом предыдущим до смены магазина и первым на новом магазине. Ну вот яркое вам было подтверждение, что перезарядка может вам очень хорошую службу сослужить. Даже не надо ее делать быстро, но надо делать ее технично. И по поводу того, что ты сказал, перезарядка на месте, но перезарядка на месте на упражнении это практически всегда стрелковая ошибка. То есть, если стрелок перезаряжется на месте, значит он где-то не доработал. Очень редко специально построено упражнение, что по-другому нет, но в большинстве случаев, если вы заряжаетесь на месте, то условно вы прибавляете себе плюс 3 секунды, и вы просто где-то уже заранее ошиблись. Надо приходить и стрелять, а не приходить и заряжаться. Идем дальше. Это одно из самых важных упражнений. Это было эффектно. И как видите, пошло все не по плану. Давайте досмотрим его до конца, а потом прокомментируем. Тебе стоит отдать должное. Сориентировался и собрался. Все технические ошибки всегда это ошибки ваши. Нельзя и не имеет смысла. Вам это никак не поможет, если вы скажете, а вот если бы магазин не выпал. Он выпал, это ваш магазин, и вы с ним тренировались. Но сам косяк очень сильно сказался на общем результате. Самое интересное, что если не очень опытный стрелок, например, будет или не посвященный практическую стрельбу человек смотреть, он, наверное, даже и не поймет, что что-то нештатно вообще происходит. То есть довольно быстро было принято правильное решение, чтобы это все исправить. Ситуация усугубилась тем, что я выстрелил, магазин выпал. Я этого не увидел, поскольку я стрелял в серии. А досылание следующего патрона? Да, еще и не было следующего патрона досылания. Я вставил, я думал, ну выпал, но следующий-то досылался, а он еще и не досылался. Поэтому это был еще один чик. Передернул, достреливаешь. Кстати, во время этих действий обязательно надо убирать палец из спускового крючка, иначе вас могут дисквалифицировать. Надо разобраться с ружьем. Кстати, давайте... У меня это ружье здесь рядышком. Итак, прежде чем начать манипуляции, мы его разрядим, да? Конечно, он у тебя в чехле забыл заряжен. Контрольный спуск. Безопасную сторону. Теперь мы можем выполнять манипуляции. Я подумал на магазин, но есть вариант, что это вообще-то не магазин виноват. Да, можно лучше посмотреть либо горловину, насколько она плотно сидит, не сместилась ли куда-то, и саму защелку магазина стоит все-таки, наверное, поменять уже, даже превентивно поменять. Это ружье отличное, но вот такая проблема возникла, и пока я ее не решу, я, безусловно, на соревнованиях с ним ехать не могу. Поэтому причина может быть как в магазине, так в защелке, так и в шахте. Задержка по меньшей мере 4 секунды у меня заняла, мое время там было 31 секунду, а, соответственно, было бы 27, а лучшее время было 26. Соответственно, я бы свои вот эти 90%, на которые нацелился, набрал. В итоге мне это стоило около 16-17 очков. Это довольно много при плотности в нашем классе в опене, очень плотненько, поэтому это мне стоило по меньшей мере в 2, наверное, места. Следующее упражнение на платформе, на подвижной, из второго положения, в 8 мишенчика. Вот так вот, взвешиваю, четко стреляю по каждому мишенью. Хорошо я выполнил это упражнение, честно говоря, не знаю, к чему придраться. И можно было бы выбрать другой стиль прохождения упражнения и стрельнуть его, я застрелил за 6, а можно было стрельнуть даже за 5. Для этого, во-первых, надо было форсировать первый выстрел, я его делал с хорошей вкладкой, а его можно было сделать на выносе и на недовкладке уже бам сделать. Здесь сразу можно было 0,5 сэкономить, но я так не сделал, как видели. И второе, средняя группа, можно было ее прям пулеметить. Тан-та-тан-та-тан. Я все-таки более четко прошелся с контролем попаданий. Я думаю, что с учетом платформы это более такой грамотный был вариант, то, что ты выбрал. Ну, очень рискованно. Платформа все-таки добавляет определенную нестабильность и рисков. Если ты слишком жестко просто становишься на ней, если ты не умеешь амортизировать, то это будет проблемой. И вот у скованных жестких стрелков с платформами всегда есть проблемы. Если вы достаточно скоординированный и центр тяжести понижаете, даже поболтались на ней, подстреляли, то она перестает быть проблемой. Итак, мы подходим почти уже завершающее упражнение. еще одно сложное положение это стрельба со слабого плеча, но сильных рук. Здесь стрельба в движении, здесь стрельба на входе и очень сложная мишенька, самая правая, туда надо было с самого края ее. Давай дальше. Второе длинное упражнение. И здесь организаторы множество сделали позиций под разбиение углов безопасности. Насколько я знаю, никого там не дисквалифицировали, все было безопасно. здесь везде надо было перезаряжаться перед позициями, можно было сэкономить одну перезарядку, но я решил не делать этого. У тебя здесь везде хорошие перезарядки. Да, вот здесь хорошо все было на перезарядках, соответственно, и время одно из лучших получается. вот этот прям под 90 градусов стрелял. Здесь железные нервы, да, здесь. Здесь низкий порт, заряжаюсь сбоку, но вроде быстро все получилось. и финальная позиция. Есть какие-то претензии, товарищ тренер? Товарища тренера претензий нет. Претензий нет, да. Это неплохое было очень упражнение. Я на самом деле, как организатор, люблю такие упражнения. Как минимум одно упражнение мне всегда вот похоже что-то есть с такими очень сложными положениями, с вывешиваниями, но как бы что-то здесь перебор с этим. В Питере был отличный матч, мне понравился, но если дадут побольше стрелять в плане пулеметить, да, и поменьше левых плеч, было бы неплохо. Это было вообще, я думаю, последнее упражнение. Но с этим неудобным положением ты хорошо справишься. Потому что я его усиленно тренирую, и все ребята, которые тренируются у меня, они с этим регулярно работают. Здесь шикарный переход на перемещение на заправочек. Да, вот другая альтернативная версия. Чтобы вот так не бежать, как я бежал в правой руке ружье, а чтобы более привычно, удобно бежать, начали с неудобной стороны. Тоже неплохо очень отстрелял, и вот в более удобной позиции. Здесь не надо в конце пищи перекладывать ружье. Вошел просто, и оно у тебя в руках лежит. Вот, а Саша Макеев, он вообще решил побежать сначала в длинную сторону. Назад надо бежать 6 метров, а вперед 3,5. А закончить впереди. Он все попал, но стрелял с одной ноги, то есть это вот его личная собственная техника. Буквально на одной ноге стоял, тоже хорошо все прошло. Так очень рискованно. Да, и вот здесь можно посмотреть разницу в технике, в подходе, как работать с декорациями. Первый эквилибрический крайний справа способ, второй проверенный неплохой, там все попадается, третий мой, но я над этим усиленно работаю. Как сказал, агрессивный по отношению к декорациям. Да, еще один трюк, вы не обязаны жалеть декорации. Это организаторы должны достаточно хорошо закрепить. Не правда, жалейте декорации. Да, это организатор матча говорит. Нет, я становлюсь так, как неудобно. Если надо, я захвачу эту декорацию. Но нельзя трогать декорации, которые находятся за пределами штрафных линий. Ну что, я надеюсь, аналитика вам понравилась, какие-то интересные вещи вы для себя подметили. Обязательно записывайте видео, анализируйте, и я для себя сделаю вот, что работать на перезарядками в нестандартных ситуациях, например, вы снимаете, анализируете и делаете пометки. На тренировку, когда вы приедете, вы уже сможете совершенно целенаправленно тренировать именно тот навык, который требует дополнительной прокачки. У нас есть набор упражнений, которые связаны именно с перезарядками в сложных ситуациях, так что, когда освободятся места у меня в группу «Добро пожаловать!» пишите на почту, которая будет указана в описании. А теперь переходим к вопросам. Прошлое видео у нас выходило за все разумные форматы, и я подумал, что этот эксперимент ничему хорошему не приведет. Мы обсуждали компьютерные игры, насколько они реалистичны, и я подумал, что ребята скажут «Непрофильно, нафиг в помойку!» На самом деле посыпались комментарии, что «О, класс! Давай еще эту игру и эту игру!» Оказалось, что у нас большая часть людей на самом деле латентные геймеры, просто об этом не рассказывали. Просто удивительно было, да, и по количеству комментариев, насколько людей зацепила эта тема, то есть обсуждение оружия в игре в сравнении с реальным оружием. Кстати, если у вас есть идеи, какие игры лучше всего подходят, то тоже можете писать в комментариях. Ссылку на видео вставь. Ссылку на видео вот здесь вот. Высоко показываешь. Ладно, вот здесь. Итак, Ник Балашов задает вопрос, скорее даже комментарий. Нажал в инбоксе, смотрю, стрелялка. Сначала подумал, что каналом ошибся. Хороший ход в карантине. На зависть стримерам получилось. А у нас уже больше месяца не старев, не тренировок. Парни, естественно, я сам не думал, что вот это окажется так интересно. Поэтому, может быть, в будущем с вашей помощью выберем игру и еще снимем что-то подобное. Кирилл Кольцов. Полегче с энергетиками, поджелудочная железа, а не резиновая. На самом деле, это единственный раз, когда я пил энергетики. Вы совершенно правы, друзья энергетики. Может быть, наверное, их можно пить, особенно, если вы в дороге. Но в данном случае мы с Женей были вымотаны, уставшие, снимали это все ночью, и поэтому энергетики даже помогли. А вообще, я их не пью и особо никому не рекомендую. Комментарий от Юрия Новикова. Вот что значит заняться-то нечем. Серега, лучше видеть для стрелкового сообщества тренировки в холостую, с разложением всех аспектов, как говорится, по полочкам. Вот я, например, гоняю сейчас стойку, скидку, первый выстрел. Что скажешь? Ух, ну, с холостыми тренировками здесь вообще такой вопрос очень скользкий, особенно, если стрелок не очень опытный. Если для опытного стрелка это, ну, скажем так, безопасный способ, а для новичков это часто может быть таким копанием для себя ямы. То есть, ну, интересно будет посмотреть, когда первая тренировка на стрельбище с выстрелом будет проводиться, что там, кто нахолостил. Да, друзья, холощение на самом деле может не приносить пользы, а приносить вред. И оно должно быть продуманным. Я сомневаюсь, что первый выстрел без выстрела следует тренировать. Больше надо все-таки упор, наверное, делать на физическую подготовку, на тренировку связок, на тренировку устойчивости, но не на саму стрельбу. Да, наверное, более оптимальная специальная физическая подготовка. Ну, и на самом деле, по поводу вообще съемки обучающих роликов, особенно там про тренировки в холостую, с разложением вот этих всех аспектов, это примерно как потом мы на матче увидим стрелка, который скажет, там меня так Сергей Иванов научил. Точно, да, я на себя такую ответственность не возьму. Но, на самом деле, по холостым тренировкам отличный авторский курс есть у Ромы Халитова. Заходите к нему на страницу, это человек, который дурного не посоветует, там очень четко все разложено, рекомендую. Кирилл Расин пишет, стою перед выбором, отнять у дочки игровую приставку и начать тоже козло мочить или накрутить банку на болт 22LR и в офисе тир устроить. Ну, уж это точно не нужно делать. А по поводу коллиматора Сайтмарк от моделей зависит. Их топовая точка ультрашот МСПЕС за 250-300 долларов точка в круге. Он у меня много лет стоял на разных ружьях 12-го калибра и имел приличный настрел. И он как новый. Вот здесь тоже от себя прям скажу, как владелец в том числе и одного прицела Сайтмарк очень-очень сильно зависит от конкретного устройства и, ну, мое впечатление, что это лотерея. То есть у меня прицел выжил ровно один выстрел на ружье 12-го калибра. Ты счастливчик. Ну, ты видишь, ну, а тут ультрашот МСПЕК МСПЕК Military Specifications стоит вроде бы на вооружении китайской армии. Ну, наверное, тем более цена выше указана, чем обычная. Мой точный здесь 50-300 баксов стоил. Но, к сожалению, вот не хочу обидеть Сайтмарк, но их прицелы ломаются слишком часто. У меня двое ребят в группе эти прицелы выкинули очень-очень быстро. Говорит или спрашивает Игорь М. Да, был сержант в училище, который в 44-м поставил рекорд из Мосинки. Это к вопросу о том, что мы перезаряжали Мосинку и у нас не получалось никак перезаряжать ее быстро. Он поставил рекорд по скорости перезарядки и обоймы были смазаны, сложены и тому подобное. Но он стрелял, поражая мишени. Да, ребята, я очень заинтересован узнать, что же это была за техника, когда можно перезарядить Мосинку за одну минуту столько раз, чтобы поразить мишени 50 с лишним раз. Сколько он? 53, по-моему. Да, он сделал 53 выстрела и большую часть попал. В общем, это звучит нереалистично, но я обещаю, что размещу ваше видео на нашем канале. И если вы покажете либо интересный способ перезарядки, интересную технику, ну, либо побьете этот рекорд. Так что, увидимся. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова